В начале 70-х я работала педагогом в школе-интернате для глухонемых. У одних детей этот недуг был врожденный, а у других приобретенный. Как, например, у Якова. Этот мальчик оглох в возрасте трех лет после осложнений из-за перенесенного менингита. Несмотря на глухоту, Яша был очень шустрым ребенком, а в 16 лет он превратился в высокого красавца с копной роскошных черных кудряшек и сияющими карими глазами. Я замечала, с каким восхищением на него смотрели одноклассницы. Особенно Рая. Это была скромная голубоглазая девчонка, тихая, улыбчивая и очень добрая. Яков и Рая полюбили друг друга. Они везде были вместе. Их прозвали неразлучники. Эти нежные и трепетные отношения обсуждал весь интернат. Слухи о романе дошли и до родителей Яши, но те от выбора единственного сына были, мягко говоря, не в восторге. Дело в том, что Яков происходил из ортодоксальной еврейской семьи. И жениться он должен был на соплеменнице. Но самым главным моментом в данном вопросе был тот факт, что глухота Раи врожденная. Мать и отца Яши пугала перспектива. Их внуки могут по наследству получить этот недуг. Испугавшись этого, они от греха подальше забрали сына и увезли в другой город. И сколько я не уговаривала их позволить Якову доучиться у нас, все было отчетно. Они меня даже слушать не хотели. Нет таких слов, чтобы описать, как страдала Раечка. На несчастную девочку было невозможно смотреть без слез. Как она переживала, как тосковала по своему любимому. Но, как известно, на время лучший лекарь. И постепенно Рая стала приходить в себя. Я всегда старалась следить за судьбой своих воспитанников. Нередко они приходили ко мне, чтобы поделиться своими радостями или користями. Я, как могла, всегда старалась им помочь, поддержать. А однажды пришла Рая. Она к тому времени уже вышла замуж за хорошего человека и родила дочку, к слову сказать, абсолютно здоровую. Рая выглядела счастливой и довольной. Ее судьба сложилась вполне удачно, в отличие от Яшиной. Мне удалось выяснить, что он женился на девушке, которую ему выбрали родители. Но семейная жизнь не заладилась. Яков пристрастился к спиртному и вел разгольный образ жизни. Однажды он, разгоряченный алкоголем, решил на спор переплыть реку. Но, видимо, не рассчитал силы и утонул. Подвыпившая компания не сразу заметила пропажу Якова. И когда обнаружили, что его нет, было уже поздно. В последнее время я часто вспоминаю Яшу и Раю. И думаю о том, как бы сложилась их жизнь, если бы не вмешались родители. Возможно, если бы их не разлучили тогда, Яша до сих пор был бы жив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин